Ненавязчивое музыкальное сопровождение Кинокартина Николая Лебедева «Нюрнберг» снята по книге Александра Звягинцева. Перед началом показа к зрителям из Брянской области обратились актеры, участвовавшие в съемках картины. И это тоже важно. Задача создателей фильма – никого не оставить равнодушным. Он будет интересен всем поколениям. Но мне кажется, основной адресат – это совсем юное поколение, которое выросло в ТикТоке. Тема картины очень важна. Это суд. Суд над фашистами. И для меня, как для артиста, было новостью. Очень многие факты, которые открылись в процессе написания сценарий, которые я до этого не знал, оказалось, что это не так просто. Было доказать правоту, да и добиться справедливости. Начинается фильм с побега советского военнопленного из концлагеря. В числе первых, посмотревший картину губернатор Александр Богомаз, проводит параллели с концлагерем «ДУЛАК-142». На территории города Брянска находился «ДУЛАК-142». Это был самый большой концлагерь на территории России, где было убито более 40 тысяч военнопленных и мирных жителей. И наша Брянская область, где было самое большое партизанское движение, конечно же, это очень важно потомкам, чтобы они знали настоящую правду. Также глава региона подчеркнул актуальность такого фильма в нынешнее непростое для всех россиян время. Человек в тяжелейших условиях должен оставаться именно человеком и патриотом своей страны. А вот чтобы он таким был, нам нужно воспитывать наше подрастающее поколение, чтобы они знали свою историю, знали все ратные подвиги своих предков, и чтобы именно дорожили своей страной и теми ценностями, которые прививались на протяжении ни одного поколения россиян. Фильм снимали в разных странах мира. В нем участвовали актеры из всех стран-участниц того самого Нюрнбергского процесса, который длился почти год. Мы обвиняем подсудимых в том, что они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, насилие и разбой. Масштаб трагедии и последствий преступлений фашистов усиливает драматическая линия главных героев, капитана Игоря Волгина и встреченной им в Германии русской девушке Елены. Авторы сценария подводят зрителей к мысли, что любовь – это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания. Весь фильм захватывающий, весь фильм были в напряжении, развязки. Нас пригласила администрация губернатора на предварительный показ данного фильма. Фильм оставил неизгладимые впечатления. Побольше бы таких фильмов, чтобы наши дети знали свою историю. Недавно на уроках истории тоже поднимался такой вопрос. Хотелось как-то разобраться, и было именно интересно посмотреть этот фильм изнутри всей этой картины. Шел я с таким боевым настроем, с чувством гордости в свою страну. Сама картина мне понравилась, что ты при посмотре углубляешься в этот год, в эту эпоху, и чувствуешь эту напряженность. Когда я читала, у меня были такие мысли, но хотя бы его поставили, чтобы это видели многие-многие, миллионы. Ведь в кино ходят сейчас все, это здорово. И вот то, что на экране эта книга получила новую жизнь, это просто замечательно. А глава региона Александр Богомас сказал, что поделится своими впечатлениями от фильма лично с автором сценария Александром Звягинцевым. После фильма тоже позвонил, скажу, что очень сильное и очень нужное и для нашего народа, и для конкретно вот этого времени, в котором мы находимся. В широкий прокат новая кинолента «Нюрнберг» выйдет 2 марта. Александра Седачева, Александр Власов, Виктор Левченков, Брянск. Продолжение следует...